Доброе утро, милые взрослые и дорогие наши дети! Доброе утро! Сегодня мы решили вам показать, как из обычной мозаики, из которой уже выросли ваши детки, можно сделать тренажер по развитию памяти. Не торопитесь выбрасывать игрушки, которыми когда-то играл ваш ребенок. Все может пойти на пользу. Смотрите, у нас сегодня с тобой обычное поле для мозаики и достаточно крупные ячейки. Они нескольких цветов. Мы разделили наше поле пополам. Обычная резиночка. Вот сейчас, давай, Маш, мы с тобой предположим, что тебе дано задание. Просто сделать цветок. Ты делаешь его справа. Пожалуйста, перед тобой мозаика и ты очень быстро составляешь цветок. Я думаю, что для большого ребенка это сделать не составляет никакого труда. цветка. Но так как у нас с вами поле поделено на две зоны, то теперь можно попросить ребенка сделать, посмотрите, все в зеркальном отражении. То есть человек берет тот же самый цвет, на том же самом уровне выставляет точно такой же цветок. Но посмотрите, ведь это, казалось бы, очень легко. Да. А теперь мы попробуем, Маша, усложнить. Чудесно. Вот такие два замечательных цветка у тебя получились. А теперь давай мы с тобой попробуем сделать, сделать еще, добавить еще одну деталь. Но теперь ты будешь работать сразу двумя руками. То есть ты берешь одинаковый цвет и правой и левой рукой и одновременно ставишь на наше поле. Хорошо? Итак, вот я приготовила тебе подсказки, подсказки, карточки. Какие ты выбираешь? Что ты, что ты берешь? Ну давай мы с тобой просто дополним нашу, нашу поляну, да, ну вот таким обычным узором. Итак, ты берешь два голубых и выставляешь сразу, сразу двумя руками. Верно. Затем ты берешь следующий цвет, опять двумя руками, да, и выставляешь сразу, будь внимательна, где у нас с тобой в противоположном углу. Ну, у тебя противоположный угол может быть внизу нашей картинки. И ставишь сразу двумя руками. Когда человек... Дальше, продолжай, пожалуйста. Когда человек работает сразу и левой, и правой рукой, образуются новые нейронные связи. Итак, продолжай. Итак, вот мы потренировали с тобой умение работать двумя руками. Ну, а теперь, а теперь усложним нашу задачу. Я попрошу тебя освободить это поле. И сейчас, да, попробуем потренировать нашу память. Берем несложный рисунок, совершенно несложный рисунок. И ты попробуешь его сложить, Маш, по памяти. Итак, ты посмотрела, сколько фишек тебе нужно. Ты будешь работать сейчас уже одной рукой. Мы уже показали, что можно работать двумя руками. Итак, ты готова? Готова. Начинай. И вот уже появляется, появляется рисунок, который Маша собирает по памяти. Ну что ж, я думаю, что ты справилась. Ты справилась, ты молодец. Освободи, пожалуйста, поле. Итак, ну а теперь мы возьмем с тобой, возьмем с тобой немного посложнее. Но пусть у нас будет вот такая вот пирамидка. Она будет лежать перед тобой. И ты составишь сейчас этот рисунок справа, глядя на нашу карточку. Начинай. А мы будем продолжать тренировать нашу память, пока Маша сейчас выкладывает. Она запоминает, где какой цвет и на каком уровне получилось. А я убираю карточку. Маша, ты все прекрасно запомнила, верно? Угу. Я закрываю. И карточку, и твой рисунок выложи, пожалуйста, то, что ты выкладывала уже с левой стороны. Мы убираем занавес. И что мы видим? Все правильно. Все правильно. Ты абсолютно молодец. Ну что ж, а теперь посмотри. Сейчас мы с тобой выберем, ну давай, несложный рисунок. Освободи, пожалуйста, наше поле. И сейчас продолжаем усложнять. Перед тобой будет сейчас рисунок, который ты делаешь по памяти с правой стороны и переворачиваешь, переворачиваешь рисунок с левой стороны. Итак, ты внимательно смотришь на карточку, запоминаешь. Запомнила? Да. Я убираю карточку, я убираю карточку, а ты постарайся сейчас выложить тот рисунок, который был. Угу. Чудесно. Ну а с этой стороны закрываем рисунок. Да. Ты выложишь теперь этот рисунок, но в перевернутом виде. Это было непросто. Посмотрим, что у нас получилось. И что же мы видим? Ты абсолютно молодец. Ты выложила действительно по карточке наш рисунок. Выложила. Все верно. А с левой стороны ты выложила уже, да, перевернув это изображение. Посмотрите, казалось бы, самая простая мозаика, но напряжение требует даже у 10-летних ребят. А если вы придумаете еще какие-то задания, мне кажется, ваш выросший ребенок с удовольствием поиграет в ту мозаику, которую он собирал еще, будучи совсем в нежном возрасте. Старайтесь, и у вас получится.